На жерлице насажен карась. Первым подходит дохлый огонь. Место ловли выбирал по скоплению бели. После пробуривания лунки они на время отплыли, но теперь возвращаются обратно. Середина зимы, олень не спит. Вот он как разгуливает вдоль тростника. Спустя 20 минут появляется первая щука. Для хищной рыбы такое место – рай. Сколько мелочи, только рот раскрывай. И снова зубастая. Пока она очень осторожна и придерживается темного участка с травой. На открытое место не выходит. Полосатый разбойник небольшого размера, но мелочь старается держаться от него на расстоянии. В тени тростника опять проплывает линь. Летом он пару раз попадался мне на силикон. Возможно, в его меню также входит мелкая рыбешка. И видим мы его здесь не случайно. В воздухе витает напряжение. Что-то должно произойти. Вот такая красивая щука спустя полчаса от начала съемок выходит на открытое пространство. Выбор еды у нее просто огромен. На карасяна не обращает никакого внимания. А следом из травы вылетает другая щука. На этот раз никого есть не стало, но показала всем, кто здесь хозяин. Через пару минут она вернулась в свое безопасное место, в траву. Следом по тому же маршруту выдвигается другая хищница на охоту. Шла сороковая минута подводных съемок. Позарится ли щука с пиявками на какого-то карасика с крючком и леской, при таком обилии мелких рыбешек? Скоро узнаем. Зубастая схватила живца и сразу начинает его заглатывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Катушка на жерлице туго затянута, чтобы щука как можно дольше оставалась перед объективом камеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эту щуку я успешно вытащил. Ее вес составил 2 килограмма 800 грамм. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Сорокин и скоро увидимся.